Добрый день всем и добро пожаловать на конференцию. Добрый день всем и добро пожаловать на наш канал. Мы специализируемся на налогах и трастах и бухгалтерском учете. У нас есть один семейный офис и наши клиенты являются люди с высоким уровнем дохода. Мы консультируем и управляем компанию Credit Suisse. Мы установили ее 18 лет назад и управляли этой компанией до того, как мы решили закрыть все международные офшорные дочерние компании. Также мы консультируем и частные швейцарские банки. У нас есть офис по законам международного наследования. Также мы написали устав для офшорного сервиса для LexisNexis и он редактирован в Spitz & Clark. Я также являюсь частью торговой палаты в Гонконге, являюсь ведущей палатой по налогам и торговле. И, как я сказал, несколько лет назад было 10, членов сейчас уже 75. Итак, наше полное резюме располагается на веб-сайте Гонконга. Извините, что я говорю, что были некоторые технические сложности войти в Маврикии, и наш сайт в Маврикии не работает сейчас. Но если хотите получить информацию из сайта Гонконга, вы можете это сделать. Прежде чем мы перейдем к слайдам, я бы хотел вкратце рассказать об истории этого траста, потому что он имеет удивительную историю, и мало людей знают о контексте, о том, как трасти развивались. Англосаксонские юристы автоматически специализируются на трастах, и очень хорошо знакомы с ними. Да, потому что для того, чтобы сдать любые юридические экзамены, экзамены по праву в юрисдикциях с английским языком, вы должны предоставить основной экзамен по трастам, сделать письменную работу англосаксонские. И юристы очень хорошо знакомы с ними. Однако, вот это знакомство с трастами привело многих юристов к слепому следованию, слепой вере в трасты, потому что все используют трасты, в то время как существуют более современные структуры, которые превосходят трасты и больше соответствуют современному коммерческому миру. И вот мои коллеги так считают, и я считаю, что трасты, которые в современном мире уже потеряли свою полезность, и последующие 5-7 минут мы посмотрим на усилия по использованию этих трастов. Традиционные трасты использовали для развития собственности и состояния. Мы видели 450 лет развития этих трастов до XVI века, затем и устав по использованию в 1567 году был первой исторической усилия того, чтобы избегать, для того, чтобы бороться с избеганием налогов. И во время как бенефициары были юридическими владельцами, и это означало, что можно было облагать налогом землю, однако этот статус не смог выполнить свою задачу, потому что юристы использовали использование на использование и назначали их по самому желанию. Статус был очень спорным в XVI веке и не выжил на самом деле, трасты продолжали развитие и до 1918 года, до конца первой волны и Великобритании было налогообложение в экстремальной форме и экстремальное обложение прибыли на уровне 18 процентов. Через 10 лет мы увидели ответы юридические профессии для того, чтобы избежать этих конфискаторных налогов, функции и формы создания трассы поменялись и они накапливали активы попечителей за рубежом, чтобы избегать вот этих налогов. Соответственно, мы наблюдаем развитие трастов, которые не только включают землю, но перешло уже в новое направление бизнес и коммерческие предприятия. и затем в 1965 году в Великобритании был введен налог на прирост капитала. Это привело к современному использованию трастов. И, соответственно, произошли изменения в природе траста в качестве бизнеса и коммерческого предприятия стали основными клиентами трастов. И время, как трасты были установлены и забронированы в коммерческом мире, владельцы бизнеса были довольны, потому что они защищали их богатство в интересах их семей и для будущего поколения. Но коммерческие владельцы потеряли контроль над своим богатством и налоговое преимущество трастов. Но это привело к потере контроля и эффективной собственности. Затем мы видели, что начался ряд юридических изменений в трастах в офшорных юрисдикциях, что составляло усилие получить больший контроль о законе о трастах. И это началось в 1989 году в Бермудах. Первый раз, когда мы видели широкий размер значительных полномочий, которые предоставлялись учредителям, основателям компании. И эти полномочия в основном были о учредителе трассах и давали им большего контроля. и в 1997 году на Кайманских островах они ввели и потом в 1937 году на Кайманах они ввели концепцию трастов типа стар. И здесь соответственно попечитель траста не мог принимать никакие у него были ограниченные свободы действий по принятию различных судебных исков. Таким образом это дало контроль учредителю трасса. И таким образом в 2004 мы увидели британско-вергинскую юрисдикцию, которая ввела свой формат трассов, где соответственно учредитель контролирует активы в рамках трасса и его компания. Таким образом давая учредителю основателю компании полный де-факто контроль без любого вмешательства от попечителя отрасти. И таким образом следующий метод, который мы увидели, это была чапания частных трастов. И это дополнительное опять мы видим повышение тенденции на усиление контроля учредителя. И таким образом здесь учредителя можно было назначать на совет директоров этого траста. Внешние профессионалы также могут назначаться, они должны представлять собой большинство членов совета директоров. И таким образом учредитель, основатель компании остается в той же ситуации, из которой он пытался выйти. Дополнительно у нас дополнительно опасность судебных исков нужна очень детальная отчетность, очень дорогая и занимается много времени. В дополнение к этому директора также могут так существует риск со внешними директорами. Его все понимают. И теперь говоря о законодательстве Бермуд, мы видим, что способность инвестировать может делегироваться учредителю под законодательством Британских и Британских островов. Сингапур, Гонконг также принимают похожие шаги. Итак, резюмирую. все попытки увеличить контроль попечителя, увеличить контроль учредителя основателя компании пока что ограничивались, они не были пока что полностью развиты. Уже значительный период времени мы видим прогрессивное падение роли офиса и функции учредителя основателя компании будь то передача каких-то полномочий, которые обычно являются его правом либо нас право назначить попечителя и обычно это является попыткой трансформировать таким образом попечителя в просто агента, де-факто агента учредителя или основателя и мы понимаем, что существует конечно же обязательство и таким образом эта тенденция на увеличение контроля попечителя и таким образом также сегодня является острой проблемой простите, что я говорю без слайдов это была краткая предыстория слайдов как предыстория трастов и текущей ситуации а теперь как я вам уже рассказывал вам о минусах использования трастов вы конечно же передаете власть над управлением активов другим и таким образом законодательство здесь эффективно управляем трастом это система шем это фейковый траст но в эффективной системе вы знаете попечитель может сделать может принимать только определенные меры очень часто я видел попечителя который имел возможность сместить учредителя либо основателя это конечно же абсолютно экстремальное правило и конечно же функционал попечителя обеспечить следовать обеспечить то что учредитель основатель компании следует правилам траста и мы понимаем что на практике почти 90% письма пожеланий следуют но они не имеют законной силы 90% соответственно опечителей они отказываются им следовать и таким образом это очень сложно и осложняет понимание того чего же делают попечители говоря о семейных спорах они также решаются не попечителем соответственно а доверителем траста еще более интересный случай с 17 года траст кричане где у нас существовали две дочки Кристина Камила их мать которая была предметом траста между сестрами и мать и мать ее произошел спор мать приняла сторону Кристины а Камила смогла совместно с мамой исключить сестру из траста как выгодополучателя и таким образом в этом случае попечитель траста принял предвзятую позицию Кристина обратилась в суд выиграла и выиграла 200 миллионов фунтов таким образом сегодня позиция попечителя и управляющего фонда поскольку существует повышенный риск юридических исков и я не знаю если вы видите мой экран но это юридический доклад национальная траст ассоциация которая выходит каждые шесть недель и этот доклад сегодня изучается каждым специалистом в области трастов но всего лишь двадцать лет назад вы знаете трасты стали такими модными что Lexus Nexus решил что им нужно представлять актуальную информацию и кейсы по подобным вопросам и спорам в отношении трастов и таким образом мы видим не только растущий рост и риски судебных исков но также растущую стоимость администрации трастов и что самое катастрофическое что необходимо отметить сегодня это регуляторный климат фото 2020 Евросоюза и таким образом эта враждебность началась лет десять назад во Франции Швейцарии и Германии эти страны эффективно не хотели признавать трасты и ОСР также к ним присоединилась и поэтому сегодня существует обязательно единая отчетность и автоматический обмен налоговой информацией поэтому что же мы можем сделать как же следует поступать существуют гибридные структуры они достаточно широко известны проблема в том что же делать дальше это компания которая ограничена гарантиями и также разделенным капиталом мы называем их компаниями мы называем их компаниями ограниченными в плане капитала и гарантий итак как вы видите на этой схеме слева у нас соответственно различные члены акционеры и гарантии и в Маврикии у нас также есть директор кворума который действует эффективно как соответственно защищающий интересы учредителя основателя компании и поскольку компания здесь разделена между акциями и гарантиями мы также разделяем права из обязательства справа вы видите участников акционеров обычно они являются директорами компаний они обладают полными правами управления больше никто кроме них эффективно не управляет компанией это те кто контролирует компанию однако ниже вы не видите никаких прав передачи таким образом одна акция стоит один цент США и формирует капитал очень часто менеджер по активам также привыкается к клиентам слева вы видите членов компании гарант участников гарантов у них нету прав управления однако у них есть полное право распределения это квази траст некоторые используют подобный термин однако если вы посмотрите на экран и на секундочку проанализируете эту ситуацию вы наверное зададите себе вопрос где же находится клиент в этой структуре и вот в чем смысл этой структуры клиент отсутствует в поле зрения как вы видите здесь под гарантом участником гарант участник который в этом случае клиент он никогда не назначается он может быть назначен но тогда мы будем раскрывать бенефициара владельца компании поэтому в этом случае мы используем компанию которая соответственно обладает акционерным капиталом и результат этого для клиента весь эффект весь выхлоп для клиента заключается в том что простите минутку и результатом этого является то что у клиента нету прямых связей прямого интереса прямого прямых акций у них нету прав управления у них нету по аналогии также права пользоваться активами либо доходом в соответствии с формальным тестом и таким образом здесь в этом случае как результат отсутствует требование об отчетности клиента клиенту также акт опциона может быть рассмотрен клиентом для назначения как членом гарантом но в отношении регулирующих организаций клиент защищен это частный клиент это также удаляет все риски соответственно защиты наследия и передачи активов поскольку если бы и также защита от юридических исков от судебных исков если вы ничем не владеете вас нельзя засудить если вы умрете если вы соответственно умираете ваша жена занимает ваше место автоматически таким образом это является корпоративным эквивалентом траста и здесь трасти являются директорами получателей выгоды это участие члены гарантия члены гаранты и здесь нужно супер таким образом они эффективно выполняют те же функции как и траст однако являются корпорациями критические это является критической доктриной и дает клиенту возможность взять перехватить владельцем и сейчас у нас нет таких клиентов которые хотят это права переводятся они не автоматически это очень важно потому что у него есть права быть просматриваться но нет прав быть назначенным и тут нужно быть очень осторожным о том как это составляется если он рассматривается положительно тогда позволяется быть назначенным в качестве гаранта и подходим к завершению краткое описание преимущества использования компаний специальной гарантии вы даете свое богатство но в то же время вы оставляете право владения что означает владения некоторые люди скажут что это контроль однако я бы сказал что это значительно больше влияния на активы и богатство в гарантирующей компании чем было бы обычно в качестве в качестве управляющего траста соответственно тут большая в качестве учредителя основательно траста есть различные юридические обязательства обязательства директора очень высокопороговые они должны сделать что-то мошенничество в то же время как в качестве управляющего траста есть всегда существует риск судебного разбирательства и риск вовлечения в эти судебные разбирательства и компания ограничена гарантией соответственно закон о справедливости уже не применяется очень упрощенная структура можно делать быстрые решения тот же самый день течение часа защита активов обеспечивается потому что клиент ничего не зарабатывает на этой структуре и клиент полностью конфиденциален и частный можно также увидеть медицинские завещания корпорации также малозаметные существует их сотни тысяч компаний мы говорим с людьми которые используют аналогические структуры которые имеют высокий профиль корпорации такого рода очень такие очень малозаметные и наконец юриспруденция полностью устойчиво не изменяется эти компании работают по контрактному законодательству и корпоративному законодательству и это очень просто и я думаю вот полчаса мы и закончились и это основные выводы то что трасты уже устарели и есть альтернативы для трастов и они существовали уже много лет наконец есть хороший пример есть больница в Гонконге которую основали в 30-м году и сейчас является наиболее ценной больницей в Гонконге когда ее создали в 1930-м году она была сформирована с гарантирующей компанией гонконгской гарантирующей компанией я не знаю о чем адвокаты думали но я снимаю шляпу то что они имели вот такое предвидение и я завершаю свое выступление надеюсь оно было интересно спасибо Джонатан было очень интересно спасибо большое у нас есть несколько вопросов из аудитории и в то время мы немного сейчас продлеваем время и я не хочу задерживать другого выступающего я бы предложил показать эти вопросы сейчас и если вы сможете ответить быстро тогда пожалуйста отвечайте но я подозреваю что некоторые из этих вопросов должны быть конкретизированы немного соответственно можете воспользоваться возможностью попросить и конкретизировать этот вопрос и возможно они более конкретно спросят и вы ответите в сессии ответов и вопросов первый вопрос сколько стоит создать специальный рассп защиты активов и специальную компанию и какие дополнительные детали можно иметь можно обсудить сессии ответов и вопросов и второй вопрос если уже есть траст что можно сделать можно ли сделать из траста гибридную компанию и сколько времени занимает создание гибридной компании можете ответить на один из нескольких я бы ответил на второй вопрос потому что мы много этим занимаемся люди которые хотят избавиться от траста и перейти на гарантирующую компанию это очень просто траст назначает гарантирующую компанию в качестве бенефициара распределяет все активы гарантирующую компанию и затем траст прекращает свое существование это очень просто письменной форме могу ответить тоже что у нас есть определенная программа по времени компания гарант создание будет стоить 15 тысяч и затем на продление развития будет определенная плата над валором плюс некоторые комиссии за управление компания гаранта которая включает все там нет никаких надбавок то есть это фиксированная плата фиксированная комиссия хорошо спасибо большого